Господи, 10 из 10! Как получить такого дракона? Что это за херня? Почему? Что это такое? Это отвратительно, это худшее просто, что можно придумать себе Ну, хуманы это самый пасос, играть в фэнтези за хуманов, можно в Call of Duty поиграть за хуманов Ну, мне кажется, это какой-то хуман андет или что-то такое, судя по внешнему виду, хз Это еще один хуман, это хуман, который потратил с дворфом Разработчики Guild Wars 2 такие, в World of Warcraft есть гномы Это самая дерьмовая раса World of Warcraft, и нам тоже нужна такая, видимо, они так думали Это просто буквально невозможно выбрать, это все настолько плохо Я допускаю, что кому-то нравится, ну, по крайней мере, кому-то могут понравиться коты, наверняка, да? Кому-то может понравиться играть за фиолетовое у***е, типа, окей Кому может захотеться особо играть за хуманов, ну, кто-то такой, вот, буду хуманом, я самый обычный парень Ну, как бы тоже, причем, блин, да у них две расы хуманов, это самое тупое, что можно придумать Ну, World of Warcraft, он, вот в этом, в этой его какой-то простоте тоже есть свой прикол Что ты можешь как-то домыслить, дофантазировать А тут ты видишь все в подробностях Не, объективно, это интересно хотя бы, да? Вот в Вове, допустим, нету таких интересных решений Ты не можешь играть за гриб Было бы прикольно, если бы в Вове можно было играть за гриб У меня такое ощущение, что разработчики Guild Wars 2 посмотрели на Final Fantasy 15 И сказали, вот такого унылого, блеклого окружения у нас никогда не будет Берем контрастность на 200% и сделаем, чтобы все светилось на... Я не знаю, я сейчас ослепну, мне кажется, у меня пиксели на мониторе выгорят Без негатива, конечно! Но это же выглядит, как игра 2000-го года! Не, ну я, не, ну докапываться до графики... Меня за... Сразу же фанаты, они такие Чё, Воверу не нравится графика? Да у нас вон сколько текстур, посмотри! Посмотри! Каждую кольчужинку видно, а в Вове что? Вот знаете, чего не хватает в World of Warcraft? Чтобы разработчики достали свою голову из жопы и начали... Ну, вот что им мешает? Вот эта локация, она ведь выглядит необычно То есть, я не знаю, может все локации в Guild Wars 2 так выглядят 20 минут спустя Ну, ребят, вообще я не знаю Как бы, я опять же понимаю, что меня уже ненавидят все фанаты Guild Wars Но, ну, эта игра выглядит очень старой Ну, а это и есть очень старая игра Я вообще не представляю, как можно захотеть в 2022 году поиграть в это Очень печально, что единственный, кто пытается биться за жанр MMORPG И его популярность, это World of Warcraft Но, ну, другие просто, типа Это же не игра 2022 года Это даже игра не 2015 какого-то года Это вот как... У меня был трэш-ролик, где я играл в Сферу 3 В том, какая-то бесплатная багованная ММО Ну, выглядело так же Я понимаю, да, что у разработчиков там нет денег, возможностей и так далее Но они хорошие И тут комьюнити классная И полеты на драконах появились раньше, чем в WoW Но я понимаю, что фанаты ГВ2 уже хотят меня запинать и дропнуть это видео Но, справедливости ради, я хотел дропнуть вашу игру и не сделал этого Так что вы тоже потерпите, пожалуйста К счастью, спасибо зрителям, которые были на этой трансляции Мне дали аж два аккаунта, чтобы получше разобраться в игре И посмотреть разные фишки Тихо, это даже хуже, чем на стартовом экране Блин, Эпик Яр, я надеюсь, ты на меня не будешь сильно обижаться Ну, я не знаю, я не помню особо Дискутировал я с кем-то на тему того В Guild Wars 2 есть нон-таргет или нет Но это, конечно же, не нон-таргет Вы смеетесь Тут даже скиллы, которые в WoW были бы нон-таргетные Тут они автоматически выбирают свой таргет То есть Guild Wars 2 это максимально таргетное MMORPG Больше, чем WoW Буквально все автонаводится и кидается в моба То есть у меня там писали, что это можно отключить Ну, можно Можно в WoW, я не знаю, убрать панель таргета Ну и вот тут графон уже не выглядит сраной парашей Как в начале Опять же, к слову о костюмах и трансмоге в WoW Я не знаю, может в WoW физика не позволяет сделать вот такой прикид Ну, то есть есть столько всяких интересных задумок Которые реализованы уже в других местах По внешке и по прочему Я не про то, что у нее мини-трусы и вся остальная она практически голая Я вот про то, как ее тело сделано Хотя, не знаю, это скорее всего какой-то трансмог типа тела Ого И он тоже так светится, смотрите Близом есть чему поучиться, вот тут уж точно Вот это охуеть мое почтение Это донатное что-то или что? Господи, 10 из 10 Как получить такого дракона? Да я понял, что это скин, завалите Как получить такого дракона? У меня есть 1000 евро на карточке моей банковской Этого хватит? Ну не вверх, а просто вот долго лететь Типа вперед Попарить там А Ну, ребята, я вам честно говорил, что Какая-то физика маунтов и прочее чувствуется Но конкретно вот это Ну, защик уберет У такого же трюка в Вове Типа, ну да, Близзы украли, что дракон может так делать Но вы прикалываетесь Мне очень нравится, что разрабы делают всякую красивую шляпу здесь Вот в Вове, когда мы последний раз с вами видели, что в World of Warcraft Ты смотришь на что-то и такой У меня такого впечатления Ну, именно от какого-то визуала Там, я не знаю От маунта, еще от чего-то У меня такого очень давно не было Вот эта текстура маунта и как он анимирован Это вообще прям 10 из 10 Но как он летает, это 2 из 10 Как вы знаете, с доступом во многие игры сейчас проблемы Но для фанатов World of Warcraft есть бесплатное решение Проект Cirrus с онлайном более 60 тысяч человек в сутки Кроме того, проект Cirrus дает вам возможность получить бабки Раньше призовой фонд Cirrus составлял 2 миллиона рублей за различные PvP и PvE активности И 2 миллиона рублей это уже достаточно много Но теперь призовой фонд составляет 5 миллионов рублей Начните играть на Cirrus и вы сможете выбрать один из трех игровых миров Первый сервер это Scorch Игровой мир с многолетней историей Уникальная система прокачки после 80 уровня Черные бриллианты И другие крутые фичи, которых вы больше нигде не найдете В первую очередь появляются именно на этом сервере Второй игровой реалм проекта Cirrus Algalon максимально приближен к 3.3.5 Идеально подходит для любителей PvP Нет систем, влияющих на прогресс Режим войны везде И третий сервер, который открылся совсем недавно Cirrus, вы можете стать первооткрывателем Можете создать свою новую потрясающую историю На новом сервере Cirrus И кстати, неважно какой из этих трех реалмов вы выберете На любом из них вас ждет обновленный интерфейс Улучшенные HD модели персонажей Новые локации, например, остров Толгород или Андраксис Место, где живут драктиры Что? Драктиры? Да, на проекте Cirrus появились драктиры С собственным реализацией этой расы Своим лором, своими сценариями И доступны они сразу и бесплатно Кроме того, кстати говоря, драктиры могут За драктиров можно играть за любой класс Драктиры могут быть любым классом Короче, вы поняли, без всяких этих глупых ограничений А еще на Cirrus классный PvP-арены Есть даже режим 1 на 1 Если вам там вдруг все это стандартное И не совсем стандартное, как 1 на 1, не подходит То есть... Соло-ПВП Все против всех Проект Cirrus 10 лет истории и постоянного развития Выбери свой мир и свой путь По ссылке в описании Уууу-хо-хо-хо А че они не сделали ускорение Как на драконе такой же? Я думал, они не сделали, потому что движок не позволяет Ха-ха-ха-ха-ха Уи Блин, он так еще и лазит по горам Было бы прикольно, если бы близы в жука На самом деле То есть жук куда более оригинальен, чем драконы Ну дракона в близи сделали лучше, но жук Прям неожиданное Ну да, вот, вот что такое физика Вот он, видите, подскакивает, летит и падает Вот двой движок такой не сможет в принципе Даже не знаю, в какой момент разработчики MMORPG в 2008 году или Call of Duty Guild Wars 2 вышел Решили, что им нужно добавить физику прыжков на маунтах, чтобы маунты классно подлетали Потому что это кажется то, что реально изначально было в движке Ну а еще я, как пораженный PvE-рейдер, попытался приблизиться к PvE в Guild Wars 2 И для этого посмотрел некоторые видосы, которые мне покидали подписчики Я там вырезал немножко своего негатива, ну вот оставил основные рассуждения на этот счет То, что я уже очень много раз отмечал в разных играх В WoW, допустим, круг огня, ну это все-таки огонь Или хотя бы там оно какое-то красное завихрение, или там синий, если это молния условно, да В очень многих играх, в том числе там в Финалке, в Лос-Тарке В Войт-Зоне это просто буквально круг И там вот до этого мы видели кусок, там просто стрелочки крутятся И они просто буквально вот стрелка нарисована И она там показывает, что надо войти в него или выйти, я не знаю, что она там показывает Еще в WoW не хватает платформ, висящих в воздухе, в космическом космосе Вокруг которых происходит всякое дерьмо Но, честно говоря, висящих в воздухе платформ Более чем достаточно в любой другой игре И уже как-то, ну, подзывал Ты просто включаешь, а там какая-то стандартная платформа Ну ладно, она круглая, она висит вокруг космоса А в Guild Wars 2 есть какие-нибудь летсплееры? Ну просто, который какой-то развлекательный контент, условно У Guild Wars только один русскоричный блогер, ясно Все почему-то хуйся от бедного иного в чатике Я плохо разбираюсь в геймдизайне И не понимаю, не могу объяснить, в чем разница Но мне кажется, она довольно очевидна То есть в то время, как в World of Warcraft В зависимости от меняющихся условий боя Ты в разные моменты прожимаешь разные штуки И к этому еще добавляются какие-то проки Которые у тебя на внутренний персонаж влияют Здесь выглядит просто как прожатие кнопок А да, у них есть определенная последовательность И они прожимаются по КД, и все И по-моему, это огромная разница Хотя, повторюсь, я не могу объяснить, почему А еще в Guild Wars 2 есть такая классная активность Которая есть, на самом деле, во многих других играх Как джампинг-пазлы Кто не понимает, о чем речь Вот кусок Ну и опять же, в Вове физика хуже Он говорит, лично я считаю, что это самая отвратительная штука Которую можно сделать в ММО Висп, ты считаешь, что это самая отвратительная штука Которую можно сделать в ММО Потому что ты играешь в изометрический Lost Ark Там-то у тебя не будет никаких джампинг-пазлов, да? Там у тебя вообще персонаж двухмерный Бегает по двухмерному миру Все, я победил? Ну вот, а вы говорили два часа Говорили, это два часа сейчас будешь делать Я сразу, я говорю, я с первого раза сделал Сделал с первого раза, все Просто признайте, что я джампинг-пазловый король Я могу стать самым известным по джампинг-пазлам стримером Просто не хочу этого Ну и вот тут я хочу начать говорить о том Почему я назвал видео так, как я его назвал Без сомнения, Guild Wars 2 хуже, чем World of Warcraft Я буквально не в состоянии понять, почему в эту игру играют И, дорогие фанаты Guild Wars 2 Ну, во-первых, многие из вас, кажется, со мной так согласны А те, которые не согласны, едва ли будут спорить с тем Что эта игра не для новичков Или хотя бы, если вам угодно Не для молодежи Вот не для тех, кто играет в Fortnite Я понимаю, что многим из вас за 40 И вы скажете, ну и что, Fortnite для дебилов Но нет Fortnite и вообще какие-то современные игры Они для тех, кому нравится что-то новое Для тех, кому нравится знакомиться со всякими новыми штуками Кто не застрял во временах своей молодости Поэтому новые фишки в играх Это хорошо Новые фишки в играх продолжают им жить долго и счастливо И вот эта вот казуальность своеобразная Guild Wars 2 И большое количество казуальных активностей там Она действительно удерживает игроков И это очень хорошо для MMORPG И это меня заставило задуматься о том, что этого нет в World of Warcraft И отдельный элемент Это как раз вот эта чуть-чуть получше физика, чем в World of Warcraft Ну прям чуть-чуть Но это уже заметно И это уже делает Guild Wars 2 в чем-то лучше, чем в World of Warcraft И тут я понял На каком же мы с вами находимся дне Все MMORPG Если, когда у тебя маунт может по горочке прокатившись подпрыгнуть вверх И ты такой Вау Это что, MMORPG? Такая хрень Ничего себе Это не просто анимация какая-то, которую прилепили разработчики Ну хотя это буквально ни на что не влияет на самом деле Думаешь, ну а может быть вот в WoW Такого? Нет А в Guild Wars А могут они вот в Guild Wars Может как-то измениться, стать сильно лучше Графон улучшится Стать динамичнее, современнее Блин, как бы вы ни относились к этому Да, и даже когда включаешь World of Warcraft Если абстрагироваться от того, что я World of Warcrafterский шис И для меня это как вторая реальность Ну вы же не можете воспринимать реальность и подумать Ой, какая-то плохая проработка мира Поэтому буквально, если ты очень много играешь в какую-то игру Ты перестаешь это вот так воспринимать Ну, если что Если специально как-то может быть не приглядываться, не знаю ММО-РПГ невероятно устарели Они буквально не развиваются Я понял, почему, когда я просто делаю обзор на очередную ММО-РПГ В рамках рубрики «Что, если не WoW?» Я ругаю ее Ну, потому что это дно Каждое ММО-РПГ это дно Есть какие-то новые, да Вы скажете, Пеп, вот выходит же там Альбион Онлайн, например Или Кроуфол вышла и умерла Но они дублируют какие-то механики старых игр Плюс то, что в них есть И дублируется, или может быть появляется что-то новое Это безумно скучно Безумно устаревшее И безумно неинтересно И в этом нету каких-то фантазий Разработчики не пытаются воплотить что-то действительно интересное Даже если, вот давайте по Star Citizen, да Поговорим о нем Это презентуется тем, кто ведется на весь этот скам Который называется Star Citizen Разработчиками Star Citizen презентуется как нечто невероятное Новое слово, новая веха Аж там нету ничего нового То есть все, на что давят разработчики Star Citizen Это какая-то невероятная проработка деталей И это буквально ничего не значит в рамках жанра Это ничего не меняет в рамках жанра Если вам интересно Может быть вы не совсем понимаете, о чем я говорю Я даже думаю, может отдельный видос сделать Кстати, пишите в комментах Если у вас вот тоже вы смотрите на какую-то игровую механику Или просто на какую-то штуку, не знаю, в реальном мире И вы думаете, классно, если бы это было в MMORPG Пишите такие фиговины И может я сделаю видос какой-то World of Warcraft, как я говорил в одном из предыдущих видео Действительно старается оставаться максимально свежей MMORPG Но если сказать, что World of Warcraft максимально свежая MMORPG То все будут угорать Как и произошло в комментариях под тем видосом Хотя я просто сравнивал его с другими играми Вышедшими плюс-минус в то же десятилетие И большинство из них Ну если они еще и существуют То выглядят как Guild Wars 2 И фанаты такие Да, это 10 из 10 просто О чем ты, братан? Хотя они не видят очевидного Вот этого То, что сейчас на ваших экранах И то, что лучшая и самая свежая MMORPG Во-первых, вышла в 2005-м Во-вторых, выглядит как WoW Это кринж Это означает, что жанр, который нам с вами нравится Вообще мертв Потому что если что-то живое, то оно развивается Растет Ну, типа, меняется Какая, на ваш взгляд, игровая механика Игромеханическое решение Появилось за последние 10 лет Новое вообще в жанре Приведите, пожалуйста, примеры Наверное, такое есть Но чем ближе к текущему дню Тем меньше этого Разработчики MMORPG Откровенно боятся рисковать Возможно, потому что Это уже такой мертвый жанр И нет смысла пытаться тут рисковать Ну, то есть ты рискуешь И так в непопулярных штуках Лучше рисковать, делая какой-нибудь Battle Royale Хотя Battle Royale Это уже тоже устаревшая хрень Я даже не знаю, кто или что Какая игровая студия может это изменить Взять вот Ashes of Creations Игру, которую многие ждут Ждут, что она ее перевернет Но Ashes of Creations Это кусок устаревшего кала Объективно Там есть настолько старые штуки Которые не позволят ей жить На мой взгляд, вообще Надо как-нибудь об этом видос сделать В смысле Там есть интересное решение Вот эта система нодов Что весь мир развивается Хотя, на мой взгляд, это же и устаревшее решение Потому что оно привязано к серверам И ограниченности по количеству людей И сервер с ограниченным количеством людей В 2022 году А эта игра выйдет, скорее всего, в 2024 году Это кринж Сейчас должны быть мега-сервера Система шардирования, как это в Вове называется Или как-то иначе это должно решаться Просто сервер, на котором 20 тысяч человек Так, ладно, стоп Я что-то начал разбор Creations Там есть какие-то технические решения Интересные тоже Но там нету никаких Буквально мощных нововведений Я, кстати, устроил опрос И у себя в Телеге И на Ютубе в сообществе И большинство тоже проголосовало За то, что на мой взгляд Жанр MMORPG умирает Там были комменты И о том, что игровая индустрия умирает Ну да, игровая индустрия сейчас перерастут И у нее большое количество проблем Вероятно, нас ждет смерть каких-то больших игровых студий И вот эти вот все истории Перетуберации Подражание игр Больше монетизации Игроки, которые бойкотируют игры С большей монетизацией И новая смерть игровых студий Но при этом во всей игровой индустрии В ее глобальных масштабах Остаются какие-то новые проекты Новые решения Новые механики В новых и в старых проектах Рубрика Что если не WoW Не имеет смысла Потому что Ничего Ну, типа Не выходит новых игр И те MMORPG, которые вышли Им лет по 10 В лучшем случае Мы уже с вами выбрали Каждый Что нам больше нравится И вот то, что нам с вами больше нравится В то мы и играем А если есть какой-то новичок Который хочет поиграть в MMORPG Скорее всего, он не будет играть в итоге ни во что Но, наверное, в World of Warcraft Для него лучший вариант Как самая свежая игра Единственная надежда Которая остается У любителей жанра MMORPG Это риуты на данный момент Потому что, как я сказал В Ashes of Cretions Я вообще не верю Может, сделаю об этом видос Если придумаю Что там Какой воды налить Хотя бы минут на 10 Но, опять же, риуты могут сказать А мы сделаем что-то Ну, похоже На Lost Ark там будет Покажут они это И ты такой А, так это Lost Ark Только куда круче И в большой вселенной Которая нам нравится И Нужны фундаментальные изменения И пока что жанр MMORPG Я думаю, будет мертв Если не риуты Но я хочу закончить этот видос Все-таки на положительной ноте Потому что Честно говоря Я практически уверен Что Ну, как минимум Когда человечество Изобретет виртуальную реальность Более-менее адекватную Жанр MMORPG На мой взгляд Станет Сразу после порно-игр Станет Самой популярной Фигней В мире Может быть, раньше Может быть, те же самые Нейросети нам помогут Потому что, представьте Бесконечно развивающийся И Саможивущий Мир В котором НПС Управляются Нейронками И ведут себя Похоже на Настоящих Живых личностей Я думаю, что Ну, типа 10 лет максимум И это произойдет И это будет Переворот Так что, может быть Сейчас жанр MMORPG умирает Или практически мертв Но у него Прекрасное Будущее Спасибо большое Что посмотрели Это видео Извините Те, кто ждал Что я просто засругил Творс 2 Я устал просто засирать Это бессмысленно Поэтому я такой Какого хрена вообще происходит Спасибо Джексону Бихелит Зоду И всем, кто подписывается На Бусти И Патреон Ваша поддержка Это просто невероятно Те, у кого нет возможности Подписаться У вас есть всегда Возможность поставить лайк Подписаться на канал Нажать колокольчик Написать комментарий Вот И традиционный показ Чего-то в конце У меня для вас есть Кое-что большое Обогреватель Вот Купил, чтобы не мертвнуть зимой Но пока Если его включать Становится слишком жарко Поэтому он выключен Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok